Метро Своё знакомство с училищем, где готовят слесаря-ремонтников, мы начнём с урока, на котором ребята пишут сочинения о своей профессии. Конечно, каждый расскажет о ней по-своему, но там обязательно будут строчки об училище, где делается всё, чтобы заниматься в нём ребятам было интересно. Нужен ли будущему слесарю компьютер? Да, считают в ПТУ. Сегодня, для того, чтобы усваивать школьную программу по информатике, выполнять расчёты, моделировать транспорт будущего. Завтра, чтобы управлять робототехникой, которая придёт на производство. А здесь неумелые поначалу мальчишские руки обретают сноровку, уверенность, точность. Учатся выполнять слесарные операции, пользоваться измерительным инструментом, работать на станках. На занятиях по специальности ребята внимательно изучают устройство каждого механизма, каждой детали, чтобы уметь с первого взгляда определить неполадку. Здесь многое напоминает настоящее метро. Управлять, пусть воображаемым поездом, нравится всем. Осторожно, поезд отправляется. Отправимся, и мы туда, где ребята на практике знакомятся со своей профессией. Электродепо. Сюда возвращаются поезда после трудового дня. Здесь они отдыхают, притихшие и непривычно пустые. Утром их разбурят осмотрщики составов. Слесари-ремонтники высокой квалификации, они даже на слух определяют, всё ли в порядке, нет ли где неисправности. Ведь главное в их профессии предусмотреть и вовремя устранить неполадки. Всего несколько минут, и вагон снят с ходовой тележки. Слаженно работает ремонтная бригада. Пожалуй, только здесь, во время практики, ребята впервые понимают, что выбрали себе по-настоящему мужскую профессию. Ни один ремонт не обходится без контрольно-измерительных приборов, которые чутко прослушают детали и помогут уточнить диагноз. А затем в цехах их обновят, а если надо, заменят. Здесь вместе с опытными рабочими, выпускниками того же училища, практиканты выполняют слесарные операции. Вот когда пригодились знания и навыки, полученные в ПТУ. После ремонта вагон готовится в путь. Делают все основательно. Слишком велика может быть цена за халатность и небрежность. Последняя проверка. А теперь освежающий душ. И можно отправляться в дорогу. А слесаря ремонтников ждут другие поезда. Может быть, они ждут и кого-то из вас, ребята? Субтитры создавал DimaTorzok